Азовская команда «Луч» Азовская команда «Таганрогской птицефабрики» Несмотря на мокрый снег и холодный ветер На футбольном поле собрались любители этого вида спорта Очень замечательно, просто класс А погода такая ничего, что вот снег идет Вообще кайфово, отлично просто То есть игра настолько жаркая, что не холодно? Нет, конечно, вообще не холодно С первых минут матча футболисты «Луча» захватили инициативу Уже через две минуты первый гол поразил ворота таганрожцев Следующая атака завершилась также результативно Игра была насыщена и интересна В течение двух таймов Азовские футболисты забили ворота таганрогским спортсменам Пять мячей Соперники ответили двумя голами Очень доволен, это большая победа не только «Луча» Всего азовского футбола Мы выиграли у очень сильной команды Тренером которой является Александр Воробьев В составе которой играли Осинов, Шершов и прочие игроки Которые прошли большую школу советского и российского футбола Сегодня прекрасная игра, что вся команда отдалась Удачно забили, поэтому хороший результат Идем дальше, стараемся победить в следующей игре Будем готовиться к следующим играм Скажите, а что было самое сложное? Ну, самое сложное, наверное, было настроиться Первую очередь, потому что все равно А так, в принципе, зимний футбол хороший сегодня получился Хорошая прекрасная погода, хоть и моросит дождь А так играть прекрасно, по крайней мере Не очень холодно и нормально Если бы еще ветра не было, было вообще прекрасно 1 февраля на стадионе спорткомплекса имени Эдуарда Лакомова Футболисты «Луча» в полуфинале встретятся с командой «Электрон» Александр Истомин, Евгения Симакова, Азов.Инфоспорт Первые соревнования этого года в клубе «Ладья» Городское первенство по шахматам среди школьников завершились Победители и призеры были награждены медалями и грамотами Традиционное первенство города по шахматам среди школьников завершилось на этой неделе Организаторы соревнований детско-юношеская спортивная школа номер 3 и спорта Дел администрации города Соревнования, в которых приняли участие более 50 школьников разного возраста Проходили в течение января По словам тренера-преподавателя по шахматам Ивана Кислякова Уровень игры спортсменов растет с каждым годом Постоянно идет улучшение по спортивным разрядам То есть сейчас гораздо больше у нас участников первого, второго спортивного разряда Первый, второй – это уже очень высокий класс игры То есть они могут уже соперничать почти на уровне взрослых Играют у нас в турнирах со взрослыми Среди детей до 8 лет первое место занял Никита Коптев Единственная девочка, выступившая в этой возрастной категории Семилетняя Даша Иванова стала серебряным призером первенства Сложно было победить? Не очень А вообще были какие-то сложные матчи? Ну, были А с кем? Осипов Скажи, а ты как-то готовилась к дому, к соревнованиям? Нет То есть ты играешь только в клубе? Да, и дома В возрастной категории до 12 лет лучшими стали Елизавета Чернышкова и Константин Гридин Среди юношей до 17 лет победу одержал Михаил Гелев Заниматься шахматами он начал не так давно, меньше трех лет назад И с самого начала я уже стал добиваться больших результатов И понял, что шахматы это уже мой вид спорта Тяжело было в соревнованиях участвовать? Или соперники очень легкими были? Честно говоря, соперники были достаточно легкими Я одновременно участвую сейчас как в детском турнире, так и во взрослом Вот во взрослом уже там более сильные соперники И уже действительно приходится подготавливаться к партиям А с детьми достаточно легко было Следующий турнир в шахматном клубе «Ладья» запланирован на начало февраля И будет приурочен к юбилею освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков Анастасия Дичко, Евгения Симакова, Александр Истомин, Азов.Инфо Чемпион Европы по шахматам Николай Пушков принял участие в седьмом турнире памяти Владимира Дворковича Проходившим в Таганроге Своими впечатлениями азовский гроссмейстер поделился с нашими корреспондентами В какой-то степени моя там участие оказалось неожиданным для меня самого Поскольку я, ну, как один из ведущих специалистов областных шахмат Принимал участие в открытии Галина Львовна, вдова арбитра Пригласила меня, чтобы я, так сказать, сел за доску И тоже участвовал в турнире Поскольку, как я уже сказал, много приходилось пересекаться Так сказать, с Владимиром Яковлевичем, с его семьей Сам турнир был организован очень хорошо Он проводился в конгресс отеля Таганрог Вот, что касается там инвентаря, атрибутики Все было сделано очень здорово Был обеспечен большой призовой фонд Поэтому участвовали много ведущих российских шахматистов В спортивном зале 11-й школы Сегодня прошли соревнования среди выпускников разных лет Такие состязания планируют сделать традиционными Подробнее об этом вы узнаете в нашем следующем выпуске Это все о спорте на сегодня Следите за пульсом спортивной жизни Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова